КОНЦЕНТРАЦИЯ Василий Богданов, Спортбокс. Перед началом сезона вы говорили, что задачи для команды на сезон будут сформированы чуть позже, поскольку вам нужно понять, что из себя представляет сама команда и соответственно соперники. Семи туров вам хватило для этого, чтобы понять, на что способен Спартак в этом сезоне? Мы находимся все еще в процессе. Как я уже говорил, в футболе все меняется от недели к неделе. Постоянно возникают какие-то изменения в составе, травмы, вызовы в сборную. И нам приходится что-то менять в структуре команды. Мы продолжаем работать, мы придерживаемся той линии, которую мы выбрали. И смотрим на то, что происходит, находим наше место в российском футболе, так скажем. Пять побед, которые мы одержали в первых семи матчах, это очень позитивный результат. К тому же мы можем использовать молодежь, подрастающее поколение наших футболистов. И мы находимся в процессе. Процесс еще не завершен. Два вопроса. Сегодня на поле вышел абсолютно тот же состав, что и в Перми. Не так часто такое происходит, что тренер вообще не производит ни одной замены после проигранного матча. Почему приняли такое решение? Не забывайте о том, что была пауза, связанная с матчами сборных. Так получилось, что у нас вышел такой состав. Посмотрите на нашу скамейку запасных, вы видите, кто на ней находится. Постепенно травмированные игроки возвращаются в строй, готовятся к тому, чтобы тренироваться в общей группе. Но я хочу отметить, что у нас были определенные тактические изменения. Следите за позиции Хосе. Он сегодня провел отличный матч, прекрасно сыграл в центре. Квинси также показал, что он важен для нашей команды. Сумел забить сегодня первый мяч за Спартак, оформил дубль в итоге. Поэтому у нас были определенные тактические изменения. Далее впечатление, что сегодня лучшими на поле у Спартака были легионеры. Как раз те, кого назвали Курадо и Промес. Также на НТаске можно к этому ряду отнести. Связываете ли это, может быть, с тем, что российские футболисты несколько переволновались, потому что с особыми эмоциями входили к официальному открытию? Я так не готов разделять. Мы команда. Понятно, что было волнение и большое желание провести удачно первый официальный матч на нашем новом стадионе. Но мы добились успеха как команда, а не благодаря только каким-то индивидуальным действиям. Хотя, безусловно, для того, чтобы забивать мячи, нужны индивидуальные действия, нужны футболисты, которые эти мячи в итоге забьют. Пожалуйста, удалось ли вам сегодня уследить за игроками Спутака, которые находятся в аренде, то есть Килл Компаров и Генер Бельдиндинов? Ну, мне довольно тяжело это делать. Я концентрируюсь на своих футболистах, наблюдать за соперником, это только меня отвлекает. Я считаю, что это не моя задача на данный момент. Я должен смотреть на тех, кто находится в моем распоряжении, и мне кажется, что нам хватает работы только со своей командой.